Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Это еженедельный обзор обновления по игре Idle Heroes. Давайте в нем разбираться вместе. Поехали! Первое, что мы сделаем, это разберем апп Ормуса. Дождались мы этого обновления и давайте посмотрим, что нам преподнесли разработчики, так как все долго ждали бафа престов, потому что он был объявлен довольно-таки давно. И наконец-таки мы его дождались, но на самом деле я уже посмотрел его бафы. И сказать, что добавили супер жесткое что-то не могу. Итак, первое, что хотел бы отметить, это то, что Ормус имеет прям очень маленький пул здоровья по сравнению даже с остальными героями фракции Альянса. И просто ужасную скорость, друзья. Это просто супер низкая скорость. Вы можете сравнить вот со следующими героями, которых я буду показывать. На фоне абсолютно всех героев, ну вы сами видите, да, 1108 скорости, этот герой будет ходить, скорее всего, всегда самым последним. Он в прямом смысле Олдмен. Олды плюс в чат, кто в теме. Итак, друзья, поехали разберем его изменения. Давайте переведу вам весь навык. Он наносит 142% от своей атаки двум противникам в заднем ряду и восстанавливает одному из своих союзников, который имеет самое низкое здоровье на поле боя, 300% от своей атаки. И накладывает на него метку спасения. Но эта метка спасения, она действует только если ваш герой, вот этот, имеет меньше 30% здоровья. Что делает метка спасения? Метка спасения отхиливает вашего союзника на 500% от атаки Ормуса. Но после срабатывания она сразу исчезает. То есть он ее наложил, если же у вашего союзника 30% здоровья или меньше, она сработала и все, испарилась. Довольно-таки интересная марка, но, друзья, этот герой вообще абсолютно не будет использоваться в PvP за счет низкой скорости, низкой выживаемости. Этот герой, скорее всего, будет только для PvE. И то, скорее всего, для начального. Даже на превьюшке разработчики показали Ормуса в бою против босса. То есть это, я так понимаю, был намек, что герой рассчитан чисто на PvE. Поэтому для старта герой очень отличный. Идем далее. Это у нас первая пассивка. Здесь ничего не поменяли. Вот на этой пассивке мы можем видеть, что добавили хилл эффект by 30%. То есть от хилл, который будет залетать на Ормуса, будет усиливаться на 30%. То есть это работает только на нем. И также изменили самую последнюю пассивку. Когда здоровье Ормуса опускается на 50% или ниже, увеличивает силу лечения всех ваших союзников на 15% на 3 раунда. И накладывает на них метку спасения. Но на данной пассивке метка спасения будет отхиливать всего на 250% от атаки Ормуса. То есть с активного навыка на 500%, с пассивного навыка на 250% в 2 раза ниже. Друзья, с Ормусом разобрались, поехали смотреть новые ивенты. Первое это у нас дроп из компании. Давайте сразу пройдемся по наградам. Первое это у нас рога за 3600. На самом деле цена очень большая, меня она даже удивила. Из-за того, что артефакт довольно-таки старый и дает чистый урон. Я так понимаю, что они поставили такую цену из-за того, что... Точнее после апа точности. Насколько вы знаете, точности передает дополнительный урон. Соответственно, этот артефакт дает в сумме очень много конечного урона на вашего героя. Но этот артефакт заходит не на многих. Кстати, на досмога он вообще очень круто заходит. Но я думаю, у меня не получится его купить. Да и в принципе не очень и хочется. Я все-таки склоняюсь больше к другому артефакту. Артефакт очень хороший, но в поздней игре сейчас его на самом деле редко используют. Потому что тяжело его реализовать. Все-таки есть артефакты получше. Поэтому гнаться за ним или нет, тут решайте сами. В любом случае, вы его бесплатно, скорее всего, не получите. Потому что цена очень большая. Идем далее. Фейдблейд. Лезвие веры. Его сейчас очень редко можно встретить в поздней игре. Потому что имеет очень маленькую выживаемость. Плюс его урона недостаточно для того, чтобы вырезать цели. Как это он делал раньше на своем релизе. Даже тот же Ава будет лучше справляться с этим. Поэтому, если вы его начали уже собирать, можете купить его копию. Но если же вы его даже не начинали собирать, то и не начинайте. Лучше купите Аиду и нагибайте все и вся. Идем далее. Копия Ся за 2500. Сяшка очень хороший герой. Имеет очень хороший урон. Используется в позднем ПВП. В позднем ПВЕ. В общем, универсальный герой. В позднем ПВЕ его используют для того, чтобы она снижала атаку босса. Она очень сильно режет атаку босса. И также наносит очень хороший урон. Поэтому, если вы ПВЕшер, то советую брать Ся. Если же вы больше ПВП, то там у вас выбор с Валентином. Далее ДХашка за 2200. Герой сейчас средний. Лучше собирать Вальку. Если вы делаете ауру. И на место героя леса лучше ставить Вальку. Плюс сейчас должен выйти новый герой леса, скорее всего. Далее у нас здесь скин Джары. Старый. Один из первых. Хотя у нее, по-моему, нового скина и не было после этого. Я могу ошибаться, конечно. Скин довольно прикольный. Если вы используете Джару, то можете брать. Так как этот скин будет стоить в магазине 30 перьев. Здесь мы его получим на шару, можно сказать. По уникальным наградам все. Остальные награды здесь идут стандартные. Самое полезное это у нас арбы. Их мы берем в том случае, если вас ни одна из наград не интересует. Или же вы просто не накопите на того же Фейдблейда или рога. Ну на рога, я думаю, вообще никто не накопит без доната. И следующий ивент, друзья, сундуки. Здесь начнем с топовой награды. Разработчики разошлись на полную катушку. В топовом сундуке поставили Вальку. Валька до сих пор топчик, друзья. Поэтому никого не слушайте. Аида хоть и рвет ее, но в любом случае Валька нужна. В любой команде. Ну точнее даже не в любой команде. Она просто вам поможет очень быстро раскачать аккаунт. То есть это дешевый герой для раскачки аккаунта. И я так подозреваю, если они ее так просто дают в сундуке, то скорее всего нас что-то ждет очень лютое на следующем ивенте призыва. Стандартно здесь также дают еще 25 тысяч гильдейских коинов и 30 перьев. Этот сундук советую брать всем. Я его также сразу возьму. Следующий сундук у нас за 4 тысячи. Сундук мусорный. Баррия никто его не использует. Его некоторые выкачивают на ПВЕ, но даже в том ПВЕ я не видел, чтобы он показывал прям космические какие-то цифры. Поэтому никому не советую его брать. Далее сундук за 2 400 с арбами. На этом аккаунте я всегда сейчас буду скупать арбы, насколько вы знаете. И также я вам советую его взять, потому что это очень профитно за 2 400 получить 8 арбов и 2 шмоточки. Далее вот этот сундук берем только в том случае, если вам нужно получить полный сет. Ну и самый дешевый сундук 5 свитков и 5000 промоушн стоунов. Этот сундук для новичков просто идеальный, потому что промоушн стоуны понадобятся вам для раскачки героя. На старте. На этом, друзья, все. Всем хорошего настроения. Поддерживайте это видео лайками за оперативность. Пишите ваши вопросы в комментариях. И не забывайте подписываться на канал. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok